Это сейчас у Ольги Макаровой и трёх её детей есть собственная отдельная комната, одежда и предметы быта. А ещё несколько месяцев назад жильё приходилось делить с бывшей свекровью, которая такому соседству была совсем не рада. По словам Ольги, попрекали буквально всем, использованным не вовремя стиральным порошком с единым обедом. За помощью Канни Садовской женщине посоветовала обратиться инспектор по делам несовершеннолетних. Мы попали сюда, нам здесь помогли, очень хорошо отнеслись к нам, очень помогли. Мои дети уже стали улыбаться, они стали намного легче, они там как закупоренные были. Туда нельзя посмотреть, туда нельзя ходить, это нельзя кушать. Вот такое отношение было очень плохое. В благотворительном фонде семьи детям ежегодно проживают около 50 женщин с малолетними детьми. В большинстве своём это выпускники детских домов, которые не смогли найти своё место в жизни. Истории у всех разные. Кто-то потерял работу и средства к существованию, других на улице оставили близкие родственники. Волонтёры фонда семьи детям помогают восстановить документы, оформить ребятишек в сады и школы. В решении вопросов плотно сотрудничают с окружной администрацией, больницами и соцзащитой. Очень много людей готовых протянуть руку помощи и организации, и просто граждане, готовые помочь таким, особенно мамам с детьми, беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы не потерять своих детей, не дать разрушить кровную семью. Екатерина Амосова проживала в социальной гостинице около пяти лет назад. Круглая сирота никак не могла дождаться своей очереди на жильё. Снимать было накладно, да и муж оставил с ребёнком на руках. Сейчас у девушки собственная квартира и полноценная семья. Старшая дочь Кристина учится в школе, маленькая Юля скоро пойдёт в детский сад. Катя признаётся, что очень многим обязана благотворительному фонду. Дали квартиру, никто про меня не забыл. Так же, как относились, только я живу не в фонде, а здесь, ничего не поменялось. Так же звонят, приезжают в гости, приглашают на праздники, какие-то там акции, на чай, просто попить чай, там директор. Анна Вячеславовна звонит. Приезжаем, мы соскучились с Кристиной на праздники, какие-то подарки. Ну, постоянно, какое было отношение до квартиры, оно до сих пор какое-то, оно более такое дружеское уже стало. Мне помогли устроить ребёнка в детский сад. Сейчас будут открываться курсы социального работника, где я пойду на курсы социального работника, чтобы продолжать дело благотворительного фонда дальше. Так же помогать другим детям и матерям. Количество таких историй со счастливым концом подсчитать никто не берётся. В социальной гостинице семьи и детям побывали несколько сотен человек. В благодарность за тёплые отношения и всестороннюю помощь. Бывшие подопечные каждый день отправляют в фонд письма с фотографиями своих счастливых детей. Наталья Зарубина, Дмитрий Швецов, Дмитрий Новопашин. Местное время. Спасибо. Спасибо. Спасибо.